Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Про Цветок. В этом видео с вами я, Пашки Иович Анна. И мы напоминаем, что же еще можно посеять в июле месяце на своих участках. В июле к месту будет посеять как прямым методом, так и с помощью рассады тыквенной культуры, например, как огурец, кабачок, патиссон. Естественно, необходимо выбирать сорта или гибриды ранних и ультраранних сроков созревания. И, как правило, плоды мы уже будем собирать в второй половине августа, начало-середина сентября. Также хорошо в июле всходит и растет группа столовых корнеплодов. Морковь, свекла, редька, редис, репа, дайкон, турнепс. Если мы высеваем морковь и свеклу ранней весной, то при температуре почвы порядка 5 градусов данные корнеплоды будут всходить вплоть до двух недель. Что касается июльских севов, то, как правило, свекла всходит на 5-6 день. В отношении редиса, рейски, дайкона, это все культура длинного дня. По этой причине их лучше высевать во второй декаде июля месяца. Конечно, можно подобрать устойчивые сорта и гибриды данных корнеплодов к цветущности. И если такие вы все-таки нашли, то их можно высевать на протяжении всего месяца июля. Не забываем высевать все зеленые культуры, которые по-прежнему хорошо всходят, растут и развиваются. Это всевозможные рукола, укроп, петрушка, кориандр, базилик, любые зеленые культуры, которые вам нравятся. Хорошо растет и развивается лук-батун, высеянный в июле. Также хорошо будет расти щавель, который любит более затененные участки и подкисленную почву. Также в июле можно высевать различные пряноароматические растения. Например, розмарин, чабрес, душица, мята, мелиса. Но здесь можно воспользоваться маленькой хитростью. Часть растений можно высеять прямым севом в открытый грунт, а часть можно высеять семенами в стаканчики и закопать их также в открытый грунт. По мере того, как вы будете приближаться к холодным осенним условиям, можно эти стаканчики достать, переместить их в различные кашпо и отнести в дом. И на протяжении длинных осенних вечеров, зимних вечеров наслаждаться ароматными чаями. Такой же хитростью можно воспользоваться и при высеве томатов, которые впоследствии вы перенесете домой. Лучше, конечно, подобрать томаты низкорослые. Я в более раннем видео говорила о том, что есть 120 сортов томатов гномов, которые были специально разработаны для компактного выращивания. Они идеально нарастят вегетативную и корневую массу за летний период и вступят в фазу плодоношения уже в более поздний срок, в осенний-зимний срок. И к Новому году при досвечивании у вас будут свежие томаты. Из капустных культур хорошо будет расти и развиваться такая капуста, как пекинская. И вы можете ее высевать конвейерным способом на протяжении всего месяца. И более средние и среднепоздние сорта при должном хранении долежат до Нового года. Если вы уже съели горошек, высеянный в апреле месяце, то имеет смысл потеять его и в июле. Но имейте в виду, что, к сожалению, горох более поздних сроков высева активно поражается мучнистой росой. Поэтому подбирайте, пожалуйста, сорта гороха, которые устойчивы к данному заболеванию. И если вы закрыли все вопросы в отношении овощей на своем участке, но еще осталось много свободного места, то, конечно же, можно высеять седираты. Лучше высевать смесь седиратов, например, веко-овсяную смесь, фацелию, различные бобовые культуры для того, чтобы земля не только увеличивала плодород, но и также структурировалась в более глубоких слоях. На этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, что в этом видео вы вспомнили о тех культурах, которые еще не поздно высевать в июле месяце. Оставайтесь на канале про цветок. Всего вам доброго, до новых встреч! Спасибо за подписку и лайки!